Хей-хей-хей, всем привет, друзья, с вами Чинацкий, и сегодня я хочу показать вам совершенно особенную игру, которую еще не показывал, наверное, никто на российском ютубе, потому что она вышла буквально только что. Это, по спорту, голодающий художник. Ребят, игра просто бомбезная, надеюсь, она вам понравится, если это так, то обязательно поставьте лайкосик, чтобы поддержать, чтобы выпускал почаще. Но, сразу же говорю, есть тут одна фишка. Вся игра строится на том, что делать я вообще не умею. Это рисовать. Друзья, я в рисовании полнейший ноль, но я буду стараться для вас. Вы можете в комментариях писать, какую бы вы картину хотели, чтобы я нарисовал, так нажмите на мольберт, чтобы приступить. Так, ну что, давайте начнем, наверное, с какой-нибудь картины, которую я рисовал еще, когда был ребенком в школе, там, знаете, какой-нибудь четвертый класс, надо было нарисовать что-то, я вот думал-думал. Ну, как думал, нам, наверное, учитель говорил, это я уже плохо помню. Так, значит, вот такие три линии, это значит пляж, это вода, а это небо. Так, и рисуем мы с вами какой-нибудь кораблик еще, чтобы было все красивенько, чтобы было все четенько. Вот так, вот так, вот так. Так, закрашиваем это. Ну, будут у меня, конечно, рисунки такие, знаете, детские, я бы сказал, но они такие не очень, может быть, такие серьезные, но зато от души буду рисовать, чтобы вам всем это как бы нравилось. Так, это пару, значит, билет одинокий на фоне стальных кораблей. И вот примерно вот так, нормально, мне кажется. Так, и вот тут будут такие, знаете, звезды. Звезды, звезды, звезды. Блин, он тут дергается тоже, когда я что-то делаю, я только сейчас заметил, прикольно. А здесь будут камушки. Готово, готово. Кстати, смотрите, со стороны неплохо-то выглядит в итоге. Так, наиван, наверное, это название. Как назовем? Назовем, пожалуй, вечер на пляже, чтобы вот так звучно это звучало. Ты кто такой? Ты вообще хлеб? Чего будешь продавать здесь? Хлеб? Пекарь? Не знаю, но ходит. Ну, если это Франция, судя по Айфелевой башне, наверное, реально какой-нибудь пекарь. Так, теперь давайте нарисуем какой-нибудь, не знаю, Трибьен, 22 монеты. Давайте поторгуемся, чтобы подороже продать. Я, конечно, понимаю, 22 монеты, это неплохо, наверное, но я хочу подороже. Так, это будет как бы лук такой. Не хватает энергетики, мне не нравится. Слушай, давай-ка ты не будешь, окей? Как бы, ага, я тут только начал рисовать, поэтому, может быть, энергетики не сильно много, но, блин, прописать могу, так что давай-давай, иди отсюда. Вот так. Вот так. Ага, елочка такая здесь растет у меня. Вот, кстати, неплохо получается, мне кажется. И здесь будет у меня такой домик тоже. Вот так. И это говорит, что энергетики не хватает. Блин, ребят, ну вы честно скажите, что, энергетики что ли не хватает? По-моему, красивый рисунок. Сколько он мне там предлагал? 22 монеты надо было продавать, походу. А то эти какие-то вредные, блин. Женщины-панкухи с ирокезами пришли тут и устроили мне здесь разнос. Вы чё, тут критики что ли? Я тут художник, понятно? Так, домик, домик, домик рисуем. Вроде бы неплохо. Блин, надо было сначала фон нарисовать ещё там небо, да? Подходит срок оплаты счетов. Какие счета, ло? О, 26. Прекрасно говорит. Стив, я знал, что тебе понравится. Я, конечно, не знаю, кто ты такой, но покупай. И я готов тебе продать. 26 евро? Блин. Слушайте, если это реально... Это, знаете, в CatGhostFishing там продаёшь за сотни долларов. Если реально можно продать за такие деньги, можно начать рисовать уже. А то такие картинки за такие деньги. Огонь, огонь. Так, здесь окошко такое. И, наверное, небо нарисуем тоже. Блин, правда, у меня, наверное, не хватит места. Придётся теперь выпендриваться, видите? А вот надо было просто изначально нарисовать, и всё. И не было бы никаких проблем. Так, так. Ну, блин, у меня как бы стиль чинаский такой, знаете? Чинаский стайл довольно халтурный немножко. Вот так вот давайте. Оп, 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 оп. Готово. Здесь тоже немножко подрисуем, подрихтуем. Вот так, вот так. Да, надо было, конечно, сначала фон рисовать. Это будет хорошим мне уроком. Я же рисовать вообще не умею. Так, готово. Сойдёт, сойдёт. Кстати, выглядит реально неплохо. Хижина, лесника. Готово. Всё, давайте теперь придумаем что-нибудь ещё. Что ещё мы можем с вами нарисовать? Что-то не хочешь покупать? Пироженчик, блин. Так, давайте. Слушайте, вот я говорю про CatGhostFishing. Давайте попробуем нарисовать CatGhostFishing. Ребят, реально, буду рисовать ещё и по вашим, заявкам, поэтому если что-то вам хотелось бы, чтобы я попробовал нарисовать, конечно, в своём неповторимом чинастской стайле. Написал картину, старина, но она не имеет ничего общего с искусством. Слушай, давай-ка ты не будешь, окей? Чё пристало ко мне? Вот наглая, конечно, женщина, блин. Так. Вот так, наверное, как-нибудь. И теперь здесь лодочку. Лодочка у нас такая модненькая была, я помню, спидбоут. Такая вот прям с мотором. Сейчас мы сделаем ещё мотор такой. Вот он здесь вот так шёл. Вот здесь такой мотор. На лодке. Сюда мы её раскрашиваем как следует. Вот. И здесь котик. Котик у нас будет такого серого цвета. 76? Достойно творения искусного автора, Стив. Ну, вы прям этот, мой поклонник, похоже, да? Это мне нравится, это мне нравится. Ещё 76 евро. Умение паспарту использовать собственный взгляд на вещи стало темой горячего обсуждения среди большого числа опытных критиков из мира искусства. Ребят, похоже, что это просто эти женщины ничего не понимают в искусстве, поэтому они и обзывают меня. Мужчина с ботинком на голове объявил о запуске собственной президентской кампании. Блин, ребят, я не думал, что это так быстро просочится в новости, но да, я хочу стать президентом. И да, я надел ботинок на голову. Так, окей. Конечно, выглядит это всё довольно странно, но мне кажется, что это я тоже смогу продать. Так, удочка, удочка. Вот. И здесь крючок. Крючок, вот он. Вот такой. И здесь наживка какая-нибудь, знаете, типа червяк. Вот. Блин, прикольно получается, мне кажется. Не, как вы считаете? И здесь рыбки, я думаю, что рыбки будут мастерфишами. Вот такой мастерфиш, такой мастерфиш, такой мастерфиш и такой. И немножко их детализируем теперь. Детализируем. Вот так вот, так вот. Вот так вот. Вот так вот. Вот так. Помните мастерфиши, да? Они примерно вот так вот все и выглядели. Примерно. Очень примерно. Так. И глазки нарисуем тоже. Оп. 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 Вот самое длинное моё творение. Самое долгое пока что. Cat goes fishing. Давайте напишем. Cat goes fishing. Готово. Ещё одна картина достойного автора произведена. Так. Что теперь мы нарисуем? Ребят. У меня каждый раз должно быть что-то новенькое, наверное. Что-то интересное. Потому что, ну, надо же что-то придумывать оригинальное, так сказать. Прекрасно. 102 евро. Стив, вы мой фанат, я вижу. И я этому рад, если честно. Давайте. Вы раздаблокировали новый инструмент. А что это такое? Ну-ка. Не понял. Ага. Понял. Это распылитель. Так, давайте это удалим сейчас. И сейчас. Какая там следующая у меня самая популярная игра на канале, ребят? Ну-ка, кто правильно скажет. Кто угадал, тот молодец. Это, конечно же... Как он называется-то? Happy Room. Happy Room чуть не забыл. Так, давайте сделаем дверь. Вот отсюда выходит наш болванчик. Дамми. Теперь рисуем самого его. Ну, как бы чуть пониже, наверное. Помельче его сделаем. Вот такой. Вот такое у него здесь тело, значит. Блин, конечно, выглядит он слишком как болванчик, похоже. Но ничего страшного. И самое главное, здесь у него циферка 4. Он уже четвертый. Уже четвертый в этой всевакханалии, которая творилась у нас, когда мы снимали Happy Room. Помните, было такое время? Так, еще у него, помните, была шляпа такая сверху. Как с пропеллером. С пропеллером шляпа. Вот так вот. Парам-пам-пам-пам-пам. Парам-пам-пам-пам-пам. С помпончиком будет такая. Но самое главное, ребят, мы распылитель сейчас задействуем. Это то, что он уже четвертый. А значит, тут уже было дофига крови. Просто везде. Ну, как-нибудь вот так. И давайте поставим, например, какие-нибудь... Блин, опять срок оплаты щитов. А я еще рисую только. Ладно, ладно. Ну, какие-нибудь пилы вот такие, знаете. И сделаем шипы из них торчащие. Оп-оп-оп-оп-оп-оп. Такие колючие шипы, короче. А, это не пила. Как они... Или пилы. Как они назывались? Это колючие, короче. Подвешенные к потолку. Я забыл уже, как их звали. Как они назывались правильно. Но не столь... А, булавы. Булавы. Вот. Точно. Булавы. Вот. Огонь. Мне кажется, нормально. Блин, реально жутковато выглядеть со стороны. Еще и мы странны немного. Не очень... Хэппи... Рум. Не очень счастливая комната, короче. Ага. Все. Готово. Сколько у нас там по деньгам-то? Мы хоть в плюс уходим или в минус работаем? 98. 178. Кстати, неплохо. Наличными 300. 300 наличными. Нормас. Нормас. Я дарю вам свой берет. Бенджамино. 31 монета. Это мало. Мало. Нет. Нет. Как там по-французски? Си это да, а нет. Это как интересно. Кто знает, тоже маякните меня. Как бы... Что мы теперь сделаем? Давайте теперь сделаем какой-нибудь пляж. Такой. Ночной. Джорджа, Джорджа, Си, Си. Офкорс, офкорс. Давай, продаем за 104. Еще соточку. Не очень хэппи-рум продан за 107. Кто-то заметил творческие способности по спорту. Вас заметили. Ребят, что? Типа, все? Известность? Так, давайте закат сделаем и давайте сделаем его вот так. Казалось бы, это просто круг. Как же я сделаю так, чтобы его было не так заметно? Вот так вот. Вот так вот получается закат, ребят. Вот так он рисуется. Вот. Можете брать у меня мастер-классы просто. Да, я шучу, конечно. Не надо брать у меня мастер-классы. Это отвратительно все выглядит, наверное. Так. И вот здесь? Блин, немножко не так получилось, наверное, как я хотел. Вот так вот. Это как бы отражение. И опять я забыл фон нарисовать. Окей, давайте попробуем сейчас. Давайте, ладно, сделаем вот так сначала. Теперь сделаем вот так. Побольше солнца. Вот так. И теперь обратно зарисуем вот так. Так, давайте поменьше. Видите, приходится по два раза, конечно, делать. Зато я сейчас переделаю и будет реально круто. И вот теперь распылитель. Вот так вот. И вот так. Вот так. Вот так. И вот так. Офигенно. И теперь звездочка. 6 единиц лосося было поймано при попытке проникнуть в кинотеатр. Ребят, ну лосося всегда так делают. Я уже согласен. Реально, надо уже лососям запретить в кинотеатр попадаться. Звездочки вот так вот, да? Огонь. Все. Вот. Вот. Вот это круто. Это реально круто. Назовем его кровавый закат. Готово. Блин, ну мы, по-моему, нормально зарабатываем. Смотрите, 401 наличными. Вообще офигенно. Ребят, еще раз напоминаю. Если игра вам нравится, обязательно лайкосик поставьте. Еще и поддержите меня тем, что я тут рисую. Стараюсь. Реально стараюсь. Правда. Так. Вот это да. Оригинальте. Бенджамин. Нет. Нет. 28 монет. Ну что за детский сад? Бенджамин. Нет. Нет. Давайте сделаем какую-нибудь теперь вот такую. Нет. Это не совсем тот цвет, который я хотел. Давайте вот такой какой-нибудь цвет. Вот. И небо у нас будет здесь такое темное. Темное небо. Вот. Такая земля. Небо. И я хочу, короче, нарисовать крепость. Хочу попробовать сделать такую серую крепость. Такую. Такой замок. Стоит отметить, что картины выполнены превосходно. Стив. Офкорс. Офкорс. 134 монеты. Блин. Вот Стив реально меня обожает походу. Кровавый закат продано за 134 евро. Обалдеть. Просто обалдеть. Так. Вот такая здесь сторожевая башня будет, короче. Здесь такой вход. То есть тут должны быть ворота такие нарисованные. Вот такой вот вход. Здесь ручки такие небольшие. Вот так вот они висят здесь. И надо постучаться, в общем, этой штуковиной, чтобы тебе открыли ворота. А здесь стоит, в общем, рыцарь. Здесь стоит рыцарь черный. Черный рыцарь. Вот так вот он в доспехах, в доспехах стоит с мечом огромным. А меч у него такой красный и серый. Вот такой меч джедайский почти что получился. И плащ у него такой развивается на ветру. Оп. Вот такой плащ. Классно. Самурайский получается меч. А здесь стоит тогда другой рыцарь. Белый рыцарь. Вот. Блин, вообще. Картина рождается буквально на ходу. Ребят, вы видели это? Вот. Буквально на ходу рождается картина. Надо только сделать вот так вот как-нибудь. Оп. 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 И у него уже тоже красная рукоятка, в общем. Но меч у него черный. И непонятно кто из них добрый, а кто из них злой, в общем. А этот плащ у него будет зеленый. Мы, кстати, зеленый мой любимый цвет. Я тоже неоднократно говорил. Вот. Вот так. Нормас. Нормас. Блин, круто. Со стороны, если не вглядывается, реально классно выглядит. Вечная битва. Вот так это назовем. Да, да. Мы скоро из этого гаража, наверное, уже съедем. У нас 206. Похоже, что этот художник не зряет свой хлеб. Стива Белиссимо. Белиссимо Стив. Он просто приходит и покупает. Сколько уже евро? Информация о паспарту новом герое мира искусства начала распространяться по всему городу. Обалдеть. Обалдеть. Так, что еще я бы добавил? А, пришла, блин, Бетти или как ее там зовут? Что бы я еще сделал? Что бы я еще сделал? Мне реально нужны ваши подсказки, ребят. Буду рисовать. Буду рисовать. 661 у меня еще есть. А, круто. Круто. Давайте нарисуем, наверное... Блин, я даже не знаю, если честно, что бы еще нарисовать. Давайте космос нарисуем. Вот так, вот так. Космос. Здесь такое солнце. Солнечную систему сделаем. Солнце. И тут маленькие разные планеты. По-моему, самая первая это красненькая планета. Она довольно маленькая. Потом какая-то такая, может быть, зеленоватая планета. Она чуть побольше. Ну, потому что красная, она самая близко к Солнцу. Потом наша голубая планета. Она вот такая примерно, например. И здесь... Кстати, она же не вся голубая. Ладно, она немножечко еще коричневая. Немножко. Там Земли есть. Чуть-чуть. Чуть-чуть. Вот так вот, например. Сколько их? Всего 7 планет, да? Ну, я не знаю, какие они там по цвету. На самом деле уже дальше идут. Пускай будет одна вот такая большая. Одна вот такая совсем маленькая. Там, не знаю, коричневая, например. Ну, примерно вот так. И маленькие звездочки везде. Маленькие звездочки везде. Он там что-то тоже дергается. Ребят, ну, прикольная игрушка, как мне кажется. Реально прикольная. Конечно, это такая вселенная... Ну-ка, сейчас давайте поставим. Классно получается со стороны. Действительно круто выглядит. Параллельная вселенная. Вот так мы ее назовем. Ну что, ребят, я думаю, что последнюю картину продадим, наверное. Давайте посмотрим, за сколько ее купят. 367 нормально, нормально. Бенджамин, не, не, заработай побольше и приходи заново, Бенджамин. Стив, как вы считаете, за сколько вы готовы купить мою космос? Стив, о, прекрасно, белиссимо, белиссимо. Так, в ближайшее время вас посетит кто-то очень важный. Ребят, ну я предлагаю уже, когда кто-то очень важный посетит, снять это уже в следующем ролике. Главное, вот это такой тестовый заход. Надеюсь, что вам понравится. Если понравится, обязательно жмакайте лойсик, чтобы я знал, что вам понравилось. Обязательно пишите в комментариях картины, которые вы хотели бы, чтобы я нарисовал. И обязательно подписывайтесь на канал, если этого еще не сделали. Я вас всех очень люблю, с вами был Ченаски. Оставайтесь оригинальными и яркими. И пока-пока.